Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Монголия охвачена протестами из-за пропажи крупных партий угля. Монголия охвачена народными волнениями. В стране проходят массовые акции протестов против бездействия прокуратуры и правоохранительных органов, не желающих по какой-то причине расследовать выявленные факты пропажи крупных партий каменного угля. Митингующие заблокировали здание дома правительства в Улан-Баторе, подозревая в пропаже угля кого-то из членов правительства. До поры до времени спокойно реагировавший на протесты президент страны решил вмешаться и потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела и приступить к расследованию преступлений. Пропажу угля выявили монгольские СМИ, сообщившие о хищении 6,5 миллионов тонн каменного угля, который предназначался для экспорта в соседний Китай. Каменный уголь является главным экспортным товаром Монголии, который приносит в бюджет порядка половины всех экспортных доходов. Китай является главным экономическим партнером Монголии. На долю Китая приходится 85% от всего объема экспорта Монголии. Монгольские СМИ со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщили, что 6,5 миллионов тонн угля пропали где-то между таможенными пунктами пропуска Монголии и Китая, где именно понять никто не может. Монгольские чиновники разводят руками. Жители страны подозревают, что 6,5 миллионов тонн угля было незаконно вывезено в Китай в обход таможни. Прибыль от продажи огромной партии товара села в карманах высших должностных лиц государства. В хищении угля обвиняют членов правительства, которые могли договориться с руководством таможенной службы. Для Монголии 6,5 миллионов тонн угля это огромный объем. Страна за весь 2021 год поставила в Китай 16 миллионов тонн угля. Монгольский бюджет на следующий год сверстан с учетом увеличения объемов экспорта угля в Китай. Если пропажа угля не будет обнаружена, то у Монголии возникнут серьезные финансовые трудности с обслуживанием государственного долга. Внешний долг Монголии составляет 30 миллиардов долларов, что в два раза превосходит ВВП страны. Ряд экспертов предполагают, что протесты были спланированы и организованными западными странами в целях свержения действующего президента и правительства и прихода к власти чиновников, лояльных американской администрации. США хотят помешать сотрудничеству между Россией и Китаем и сорвать планы по строительству через территорию Монголии российских газопроводов. Сообщается, что нынешняя монгольская элита ориентирована на укрепление связей с Россией.